МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы знаете, на планете есть проблемы. Их много, но главное для них экологическое. Но главное из экологических проблем, это то, что многие не признают эту проблему главной. Это что? Она так заговорила загадкой. Есть Киевский протокол. И вроде как все договорились, почти все договорились, что это нечто, помогающее экологии нашей планеты. И тут вдруг Канада выступает с неожиданным демаршем и выходит из этого соглашения. По этому поводу мы хотим поговорить, потому что это важно, и для нас в том числе. И у нас по этому поводу, я хочу сразу позвать специалиста, эксперта нашего гостя, это Георгий Владимирович Сафонов, руководитель Центра экономики, окружающей среды и природных ресурсов, кандидат экономической наук. Надо заметить, что в контексте экономики и экологии, в контексте Киевского протокола очень тесно связаны и взаимопереплетены. Напрямую, и скорее из-за экономических соображений. Мы не знаем. Вот сейчас Георгий Владимирович Сафонов может перезэкономить. Здравствуйте. Какие-то скрытые. Георгий Владимирович, можно вас сразу сюда позвать? Вот сюда попросить вас встать и посмотреть на нашу трактовку с того, что происходит на несчастной планете. Вот смотрите. Вот, значит, США и Китай. Нератифицировавшие Киевские соглашения, так сказать, с высокой колокольни на него плюющие. Смотрите, Канада. Канада. В Европе, хотя Европа не выходит, но какие-то там есть, Димарша, Африка, фактически тоже Китай. Япония. Понимаете, дым проникает. Дым выходит отовсюду и заволакивает всю планету. Киевский протокол не работает. Понимаете, в чем дело? Экология под угрозой. Так мы и знаем. Но насколько он не работает, да, и насколько под угрозой. Об этом у нас плазма сгорела. Это не плазма, это же, это только что еще кто-то оказался. А, 3D? Присаживайтесь вот в кресло, оно не подключено. К дымовым машинам. Кто это? Абсолютно. Да, Зеландия отказалась. Вот видите, только что. Парниковые газы вбросились к нам. Георг Владимирович. Да. Уточнил. Дым, и в скобках написано аплодисменты. Нет, но насколько все действительно критично? Все очень плохо. Это спасибо большое. Впереди много трудностей. Мир не может договориться. Вы говорите про экологию, да? Мы говорим, да, про климат планеты. Климат всего шарика, за который отвечают в принципе все, на самом деле никто. Покажите мне пальцем того, кто за это отвечает. Я вам могу показать пальцем того, кто от этого страдает уже сейчас. Ну, кстати, выйдите на улицу и увидите зиму в Москве. А человека, который понесет наказание, если мы тут все умрем на планете, нет? А зима в Москве тоже связана опосредственно с... Конечно. Это же ненормальные температуры. Вернее, отсутствие зимы в Москве. Ну, конечно, да. Это наблюдается в разных регионах, в разных странах по-разному. Глобальное потепление, о котором говорят, это значит изменение климата. И где-то холодней, где-то жарче, где-то суше, где-то больше осадков. И хлопот с этим не берешься. А договориться о том, чтобы наконец-то хоть что-нибудь предпринять на международной арене. Крайне сложно. Да. Это интересно. Это интересно. Вы знаете, я размышляю вот о чем. Я думаю, действительно, эти экологии и экономика, они сплетены неразрывно. В одно как бы единое тело. Невозможно уже отделить одно от другого. Но мы же знаем, что экономические соображения всегда и по определению будут противоречить экологическим. И всегда мир Чистогана всегда стоит на одной стороне, а соображение чистоты окружающей среды на другой. В этом нету парадокса и внутреннего механизма саморазрушения Киосского протокола? Да. Это интересно. Да. Пожалуй, есть в этом что-то. Чистоган – чистая планета. Даешь чистой планете Чистоган. Кстати сказать, Киосский протокол и задумывался как механизм экономический для того, чтобы очистить, как было правильно показано, планету от выбросов. При этом зарабатывая немалые деньги. Вот механизм расскажите. Это две части, да. Сначала механизм, потому что, как представляет ситуация мне, Канада, которая должна заплатить большие, ну, которая хочет развиваться, наращивать производство, Канада, которая грозит штрафы за несоблюдение, собственно, норм выбросов, она вместо того, чтобы заплатить те самые штрафы, которые прописаны были, подписаны, она говорит, нет, друзья, что-то больше нет. Нет, мы в Киосский договор, и это все хорошо, но, наверное, без нас уже. Вот как он был организован, на каких началах, на каких условиях? Хитрит Канада здесь. Ой, хитрит. Ведь в 97-м году именно Канада, ее активная делегация помогала разработать этот документ. Документ разработан. И США в нем участвовали, и Канада. В разработке имеется в виду. В разработке. И документ, надо сказать, неплохой. Уникальный документ. Уникальный в чем? Что в мире никто не пробовал даже решить большую глобальную экологическую проблему и заложить туда механизм, который обеспечит ее решение. Экономический. Вот. Мир чистогана. И заработать денег на чистоте. Кстати, сказать, знаете, сколько сегодня крутится денег вокруг выбросов СО2? Сколько? Вот ежегодный оборот. На рынке углерода 150 миллиардов долларов. Это на рынке борьбы с выбросами? На рынке борьбы с выбросами. Ну так, слушайте, это не считая технологий, не считая всяких консалтинговых, инвестиционных, финансовых услуг и прочего прочего. А что вы имеете в виду по поводу того, что вокруг борьбы с выбросами крутится 150 миллиардов? Индустрия, что это значит? Нет, подожди, что значит индустрия и что значит крутится? Да. Ну, есть много путей, как снизить выбросы, как снизить загрязнение. Ну, например, самый простой. Запретить. Это любимая штука. Запретить, штрафы наложить. Вредное производство лучше вообще все производит. Никогда не работает. Дать субсидию. Вот это еще одна очень приятная штука. Возвращаемся к чистогану. Дали субсидию. Кто-то ее получил. И может быть что-нибудь сделал. Вот. Ну, мир давно понял, что это все плохо работает. Так. И они придумали следующую вещь. Кстати, придумали американцы, а теперь используют европейцы. А теперь еще и китайцы, которые запускают рынок код. Они говорят, давайте всего разрешим выбрасывать вот столько тонн. И раздадим тем, кто выбрасывает источникам, ну, по кусочку. Если ты можешь снизить выбросы больше, чем другой, ты можешь продать ему свой кусочек этой квоты. Да. Так. Вокруг этого начал возникать механизм, называемый рынком. Квот на выбросы СО2. Прошу прощения, вопрос сразу. Но ведь это же все уместно и все это, так сказать, корректно и применимо только к участникам Кировского протокола. К людям, которые подписали его. А к неподписантам ты не можешь ни квот применить, ни продать ему, ни купить у него. Он спокойно себе валит дымом и валит. Ты можешь, наоборот, прийти свое производство на его территорию и, соответственно, вообще забыть про тему выбросов. То есть если бы вся планета была, так сказать, подписантом этого протокола, но ведь нет же. Вот это, с этим я немного не соглашусь. А почему? Потому что конвенцию климатическую подписало почти 200 стран. Климатическую конвенцию? Киоский протокол подписали и даже ратифицировали. Угадайте, Китай. Нет, не ратифицировал. Ошибка ваша. Китай, Индия, Бразилия, Мексика. Казахстан, Южная Корея, Россия, Украина, Казахстан, Белоруссия, но не США, но зато Австралия, Канада, Новой Зеландии и многие другие. Все они стороны киоского протокола. Они не имеют обязательств, некоторые, например, Китай. У него нет обязательств, квоты нет. А как можно подписать киоский протокол и не иметь по нему обязательств? Тогда я тоже подписал киоский протокол, нет проблем. То есть нет обязательства снизить выбросы. Но есть много других. Например, отчетность представлять. Нет, стоп, это нас не очень... Сейчас нас волнует, именно в смысле выбросов. Если бы вся планета без исключения была бы... Подписал бы киоский протокол, то да, это было бы... Был бы глобальный рынок. Был бы глобальный рынок, об этом было бы уместно говорить корректно. А так хорошо. Все, значит, продают, покупают квоты. Но есть, например, какой-нибудь нератифицировавший Китай, который себе клубит и дымит, и нет проблем никаких у него. А вокруг люди занимаются бессмысленным делом, продают себе квоты. А Китай рядом за десятерых это делает. Ну какой же смысл? Китай делает это немножко хитрее. Значит, Китай лидер в мире по проектам инвестиционным, направленным на снижение выбросов. При этом он увеличивает свои выбросы. То есть это правильная ремарка. Он продолжает наращивать выбросы. Но при этом он реализует тысячи проектов. Получает под это технологии, инвестиции и отдает в обмен сокращение выбросов. То есть тонны невыброшенных СО2 и других парников. То есть он сокращает выбросы, он не на своей территории, а путем своих технологий на территории тех, кто эти технологии покупает. Он забирает одну технологию европейскую, реализует ее у себя. И надо сказать, потом еще и продает ее, потом обратно в Европу. Что делает интересного Китай? Он выброс снижает? Снижает. Технологии получает? Деньги получает? Получает. У него все хорошо. А у Канады? Да. А Канада... Вот, вы знаете, вообще вся ситуация вокруг Киевского протокола, она любопытна в деталях. Есть много стран, вовлеченных в процесс. Какие-то страны ведут себя смешно, какие-то ведут себя загадочно. Какие-то курьезно ведут себя. Курьезно, загадочно или смешно. Какие-то ведут себя, я бы сказал, туповато. Или туповато. Мне кажется, четвертый. Туповато, это относится вот к той позиции Канады, которая теперь существует. А в чем вот? Они все, они собираются выйти из Киевского протокола, они собираются наращивать производство, как следствие выброса. Какие, не знаю, санкции, что-то, как-то повлияет на это решение, на то, что Канады собираются, да. Мы теперь собираемся дымить на полную катушку. Вот смысл был протокол. Что-то будет предпринято? Что по факту? Не смогли придумать, как наказать тех, кто не хочет играть в игру. Вот, мне кажется, вся проблема Киевского протокола заключается в том, что вот самое-то главное мы и не придумали. А как вдруг повлиять? Нет, слушай, оправда. Это, кстати, уникальность этого протокола. Во-первых, это первый экологический международный протокол. Во-вторых, это первый протокол, который не смогли придумать, как наказывать. Ну, вообще, у любого соглашения, да, по идее, вот есть санкции. Да. Типа, и так, я тебе в долг, если мне не отдашь, то я не знаю. Ремня. Все. А тут такого, ну, в Киевском протоколе такого нету. Единственное, о чем смогли договориться, это ведь, представьте, это почти что 200 стран должны договориться, как журить того, кто... Нет, они придумали штрафы. Нет, они придумали штрафы. Нет, нет штрафов. Юлит, Юлит Канада. Не будет она ничего платить. Вот, я говорю, то есть, и штрафы-то придумали. Ну, как взять штрафы со стороны, которая вдруг решила выйти из Киевского протокола. Мне кажется, надо у русских мафиози спросить, как из мафии выйти. О, давайте коллекторам долги продать. Мы сейчас разговаривали про торговлю долгами. Здрасте, мы из Киевского протокола, да. Мертвую рыбу туда слатим. Да. Понятная ситуация Канады, да, они говорят, ну, мы не будем тогда участвовать. Мы еще не очень хотим. Там, может, платить придется. Да, вообще как-то не очень уютно. Ну, нам же выбросы снижать надо. Не будем играть в игру. Россия говорит, о, мы тоже не будем играть в игру. Да. Вопрос, почему? Потому что Канада, знаешь, что... Попробуйте рассказать, найти ответ вот в этой ситуации. У России выбросов меньше всех. Меньше, чем квота на 36%. А мы торгуем своими квотами? Нет. Почему? А зачем? У нас в многом бабла. Это очень странный вопрос. А квоты не накапливаются, кстати? Ну, год от года. У нас накопилось примерно 5 миллиардов тонн СО2. Квоты лишние. То есть, если мы вдруг неожиданно очень сильно промышленно разовьемся, то мы еще лет 10 можем... А сколько это, кстати, денег? Рисков нет. Сколько денег? Это 5 миллиардов. 5 миллиардов. Вот, если бы вы задали мне этот вопрос месяц назад, я бы сказал, что это 50 миллиардов евро. Сейчас я отвечу вам, ну, в половину меньше, по рыночной цене. Где-то 25 миллиардов у нас лежит черный рынок. Лежит просто так. Никто его толком использовать не может, этот актив. А вот почему... А я знаю, почему, кстати, потому что действительно никому... Ну, зачем тебе покупать... Вот ты, Канада, зачем тебе покупать квоты у России, если ты... Я говорю, все упирается в механизм наказания. Зачем тебе покупать квоту у России, если ты можешь сказать, все, мне надоело играть в Киотский протокол. Я пошла развиваться. Есть проблема, что Россия не продает. Да. Не продает или нет покупателей? Покупатели есть. А, то есть не просто... Две страны, которые просто в силу, вот так, сжимая зубы, все-таки все соблюдают все соглашения Киотского протокола. Какие-то есть две страны, видимо. Кто эти страны? Бельгия. Ну, Евросоюз. Евросоюз. Евросоюз, прежде всего. Бельгия, Новая Зеландия. И Новая Зеландия. И вот они, сжав зубы, продают, покупают, а все вокруг сидят, потешают. Нет, тут есть еще два интересных дополнения. Во-первых, США, вот, когда мы говорим, они же не в Киотском протоколе, значит, мы предполагаем, что они ничего не делают. Однако, если посмотреть на США более внимательно, то в половине штатов США, 25, примерно, действуют стандарты по выбросам, нормативы по выбросам СО2, требования технические, например, к автотранспорту, Калифорния и... Георгий Владимирович, ну, это подождите. Даже в Кении есть свои технические стандарты. Какие проблемы? Везде они есть. В Америке первая чикагская климатическая биржа открыта в мире. Они же не в Киоте. Почему они это делают? Почему северо-восточные штаты объединились и создали свой рынок? Это только об одном говорит, что Киотский протокол, по мнению Соединенных Штатов Америки, нам тоже стоит об этом задуматься, крайне несовершенный документ, не учитывающий кучи нюансов, почему американцы продолжают, так сказать, собственноручно следить за, так сказать, за экологической частотой планеты, но полагаю, что это лучше и эффективнее делать самостоятельно. Правильно? Да. А вторая страна загадочная, это Китай. Вот слышали ли вы о том, что Китай в 2015 году запускает свой рынок вот на СО2? Вы сказали вначале. Удивительная ведь вещь. У него же обязательств нет. Почему, можно вот прям коротко, у вас не так много времени остается, почему Россия, если есть покупатели, есть цена рыночная, цена неплохая, почему Россия не продает квоты? Еще раз можно сказать. Да, очень сложный ответ на этот вопрос. Все наблюдатели ищут этот ответ и найти не будут. Ответа нет. Мы же говорим, наша делегация говорит, мы обязательства будем выполнять, выбросы снижать, отчитываться перед всеми странами, готовы, только квоту вот брать не будем. Мы спрашиваем, а почему вы не хотите квоту брать? Вы что, не хотите инвестиции получать? Потому что без квоты инвестиций не будет для нашей страны. Хотим, хотим делать инвестиционные проекты, но квоту не будем брать. А хотите ли вы сэкономленную квоту переложить на следующий период, на второй период протокола? Это же можно, там написано в Кёстском протоколе, что можно 5 или 6 миллиардов переложить. Хотим переложить, но квоту брать не будем. А зачем? Посмотрим. Там разумеется. Это же легко объясняется, потому что это поддерживается имидж загадочной русской души. Если что-то ведет себя загадочно, так это Россия. Ну конечно, а иначе они нас рассекрит, иначе они поймут нашу логику. Нет, в этом есть на самом деле и вполне себе рациональное. Знаешь, торговать правом на загрязнение есть в том, что это не то. Спасибо, Георгий Иванович. Спасибо. Спасибо вам.